Всем привет! Это видео будет полезно для того, кто собрался покупать дом или участок под строительство дома. И на вопросы мне сегодня отвечает Безруков Анатолий Михайлович. Поехали! Какие пять главных проблем могут быть при покупке? Вот самых распространенных при покупке дома. Проблемы, в которые чаще всего люди вляпываются. Загибаем пальцы, да? Проблема номер один. Вы купили не то, что вам обещали. А так, может быть, я же пришел, посмотрел, дом стоит. Вот я обещаю тебе дом, что с ним может быть не так? Что там по дому несут? Мы уже об этом говорили. Он может быть просто некачественно построен, вы это не проверили. Проблема номер один. Вы купили некачественный дом. То есть он промерзает, он разваливается, течет, продувается и так далее. Это вот первая проблема. Чтобы ее не случилось, составляем договор. В договоре прописываем, что продавец несет гарантию и в случае возникновения таких ситуаций он исправляет эти все недочеты. Вторая самая распространенная проблема при покупке. Вторая распространенная проблема связана с тем, что при постройке дома были нарушены правила земельного или градостроительного законодательства. В самом худшем варианте вам может просто быть необходимо этот дом снести или его снесут за вас. То есть, я расшифровываю. На этой земле строить нельзя было, оказывается. Вот. Вы купили дом. Он замечательный, он качественно построен, он очень красив, он очень удобен. Вам все нравится. Но когда вы его купили, вдруг оказалось, что этого дома по закону здесь строить нельзя было, строить этот дом здесь по закону. И пришли люди и сказали, ребята, сносите дом. Да, причины могут быть самые разные. Этот дом залез на соседский участок. Здесь какая-нибудь охранная зона. Причин может быть миллион, но, как следствие, дом, может быть, придется строить. То есть, мы проверяем законность постройки. Да. И соблюдение границ постройки и вообще законность постройки. Да. Хорошо. Третье. Третье. На что обращаем внимание? Какая самая распространенная проблема номер три? Продавец не имеет права по тем или иным причинам вам этот дом продавать. То есть, проблема... Сам продавец не имеет права продавать? Да. Почему? Я что-то не могу продать то, что я хочу продать? У меня есть дом, я хочу продать. Право собственности продавца оформлено ненадлежащим образом. Есть ограничения обременения, не позволяющие совершить сделку или провести государственную регистрацию. Причины могут быть, опять же, самые разные. Он приобрел этот дом каким-то незаконным способом или у того, кто не имел права этот дом продавать. И потом по цепочке начинают оспаривать, скажем так, всю историю продаж этого дома. Третья проблема, самая распространенная при покупке дома либо участка, это неблагонадежный продавец. Да. Я правильно понимаю. Причем, я так понял, что сам продавец может даже об этом не знать. Такое бывает. И такое тоже бывает. Поэтому самого продавца нужно тоже проверять. И такие истории достаточно чисты. К нам приходят в основном уже с проблемой. Поэтому да, с моей точки зрения такие истории чисты. Те, у кого все замечательно, к нам приходят реже. Но такое случается безусловно. Ну, видимо, уже потом с цветами, методротами и перехолом. Лучше с деньгами. Это само собой. Проблема номер 4. Самая распространенная при покупке дома или участка. А я думаю, честно говоря, вот этих трех, наверное, даже вот это три проблемы, они самые основные. Потому что каждая из них это целый букет под проблем. То есть они в себя включают? Ну, основные, да. Ну, вот тогда по земле. Я бы, наверное, тогда с вашего позволения добавил. Четвертое по земле. Когда вы покупаете землю в каком-то будущем коттеджном поселке. И вам обещают, что здесь будет город-сад. Нужно удостовериться, действительно ли будет. Не продали ли вам, не втюхали ли, по сути, просто голый кусок земли. Я сам с таким сталкивался к нам, обращались такие клиенты. Постройте нам дом. Мы вроде начинали шевелить эту историю. Выяснялось, что... Выяснялось, что... Сетей, там, максимум на один утюг. Вообще нет сетей. Когда-то, в будущем, обещают. Просто поле. Ну, вот в поле. Вот, чтобы вы не купили кусок земли просто в поле, за большие деньги, ну, легче просто пойти в какое-то поле, там, и просто без денег, там, что... Зачем это все равно поле? Это нужно выяснять. Ну, раз я обещал пять, то надо пятое все-таки. А, наверное, это все-таки передача денег. Ну, это касается любой сделки, не обязательно дома, да, наверное... Проблема номер пять, это все-таки передача денег. Когда деньги, например, уже переданы продавцу... А сделка по какой-то причине срывается. А сделка по какой-то причине срывается. Вот это, мне кажется, самое обидное. Когда вы договорились, сумму определили, деньги вы принесли условно в пакете или даже перечислили на счет, деньги уже ушли, они уже на той стороне. Да, она уже, та сторона их уже успела потратить. А сделку признает недействительным. Ребята, вот это проблема вообще. Да, дом-то у вас забрать не проблема, он никуда не денется, а вот денежные знаки из кармана продавца уходят довольно быстро. Да, он вроде бы и хочет их вернуть, но их нет. Ну, или говорить, что хочет. Да, но их все равно нет. Значит, рекомендация передавать деньги через посредника, через нотариуса или через банк, через банковскую ячейку. Деньги передаются только в том случае, когда сделка призналась уже действительно... Состоявшаяся. Состоявшаяся. Зарегистрировано право собственности. Да, вот тогда все в порядке. Если сделка сорвалась по какой-то причине, то нотариус, банк вам деньги возвращает. Все верно. Вот такой топ-5 проблем. Пожалуйста, пользуйтесь. Что-то добавить по этому поводу не желаете? Нет. Я думал, что нужно добавить... Будьте бдительны, товарищи, и обращайтесь к юристам грамотным. А то знаем мы тут некоторых. Да, это также не обращаться к юристам и самостоятельно проверять документы. Это примерно то же самое, что заниматься самолечением, посмотрев симптомы в интернете. Да, но это, кстати, вы YouTube же смотрите, поэтому вы можете тоже нас расценить. Но у нас есть полезные документы. В ссылке вы найдете прямо список тех документов, которые необходимо запросить у продавца, чтобы хоть как-то быть подкованным, более спокойным. Ну, хотя бы самые основные вещи, чтобы проверить. Проверить. Да.